Девушки отдыхают Девушки отдыхают Куда? Каждому иметь на дому Лабораторию это как бы Достаточно тяжело Есть такие вещи, которые объективны Которые пока Ребенок маленький Они не сильно бьют Но чем он становится Старше, тем это становится актуальным И поэтому понятно, что Чисто на домашнем обучении не прокатишь Но все равно надо куда-то выезжать И что-то делать И это в принципе ситуация Она провоцирует появление новых услуг Сектора новых услуг Ориентированного на этих родителей Один сектор услуг Он касается появления модульных центров Модульных центров образования Ну например, вот как я уже Повел пример, я учу допустим Дома, там ребенка Он как-то учится, но мне надо физику нормально Додать, и мне бы хорошо, чтобы он Куда-то ездил, эту физику получил Чем модульный центр отличается Раньше от кружков? Вот очень важно понять разницу Значит, кружок, он во многом работал Как склад Ну, то есть, понимаете, как бы Люди уходили на работу Ну вот, куда-то отвозили там детей Там в школу или еще куда-то А после школы, хорошо, что по ребенку Куда-то пошел, по улице просто не болтался И так далее Я его там привел в кружок И это, в принципе, такая была социальная политика Она как бы нормальная А еще плюс к этому Он не просто там под присмотром А еще и чего-то там впитывает Ну, хорошо То есть, у меня родители спокойно Душа, что он там где-то есть Ну, и плюс там он еще чему-то учится Это тоже как бы здорово Понимаете? Не было требований Вот этой интенсивности образовательной Перед кружком То есть, он просто ходит, ходит, ходит И как бы нормально Что? Как выглядит модульный центр? Модульный центр, он выглядит, ну, типа курсов таких Для ребенка То есть, мне не надо записать его в кружок Чтобы он там все время ходил, там год Я его прихожу И мне там его за месяц Его там готовят Ну, например, там он проходит Какой-то лабораторией по физике И что-то там понимает Или его учат по компьютерной Там какой-то как бы часть Это не кружок То есть, кружок это что-то постоянное на год А здесь модуль, который там Ну, неделя, две, месяц Понятно, да? И так далее Который носит именно вот Он компенсирует те недостатки Которые либо в школе Там все это слабо Учителей нет Сейчас во многих школах Там каких-то предметников просто нет Да? Либо на домашнем обучении Ну, человек, да? Ему надо это компенсировать То есть, это на это нацелено И, понимаете, их на сегодняшний момент Как бы нет Это новое явление Потому что у нас Нарабрас Все сверстанно Именно под кружки Под кружковую основу То есть, есть там отставки Кружководов У них там какие-то требования Набрать столько-то детей И они должны их держать Я хорошо очень знаю кружководов Большинство не удерживает Такое количество детей То есть, они там Должны там 25 держать Ты набираешь в набор 25 Потом они тебе сужаются По списку как бы 25 На самом деле ходит там 10-8 Ну, условно говоря И так далее Вот И, кстати, это тоже реакция Потому что дети тоже меняются И это и по студентам видно, кстати То есть, то, что вот Народ больше стремится к модульности То есть, он стремится Пойти, получить Ну, как-то вот на курсах каких-то И уйти Народ, может быть, он доезжет степень свободы Да Я имею в виду более старший Да, уже такой То есть, когда ты куда-то все время ходишь Ты как бы связан А так ты, ну, пришел там Получил свое Ушел Можешь заново свой такой выбор там делать И так далее То есть, в принципе, вот это понятие модульности Она распространяется Как в более младших Ну, в таком возрасте Так и дальше А центров пока нет То есть, это ближайшее будущее Они будут появляться Как реакция на это И это один типаж Это один типаж дополнительных услуг Потому что здесь именно важно Вот, как бы, знание Быстро передать Быстро и компактно И как можно там глубоко Ну вот Есть, значит, другой тип логоря И это вот средовая логоря Где не стоит задача Передать какую-то конкретную тему Там по физике А стоит задача Мотивировать больше Чтобы дети погрузились туда Увидели других таких же Детей, у которых горят глаза Они там вместе Что-то там химичат Физически и так далее Он зажегся на это И так далее Совершенно другая задача Совершенно другой тип логоря Есть логоря психологические Да Когда у человека Уже сформировались Какие-то комплексы Ну, какие-то И он Это мешает ему дальше развиваться То есть, он не может Что-то делать Он не может айфлексировать Что с ним происходит И это другой типаж логоря Где это, как бы, происходит Да Ну, вот, который может быть Или модуля образовательного Который может быть Есть курсы Тренинги, да То есть, у нас некая такая линейка Она растет Наконец, есть онлайновые Всякие модули Образовательные Ну, например, там Какие-то игры Которые тебя Развивают И продвигают куда-то В том числе и Связанные с предметной областью Ну, определенной И вот у нас получается сеточка Вот представьте себе Что Есть точно такой стандарт Представление о том Что Школа всегда была такая Как она есть Это неправда Школа такая Вот мы привыкли ее видеть Мы ходим в классы Классы там переходят Она существует Ну, там 100-150 лет Ну, последних До этого было Гувернерское образование Улиты До этого было Цеховое образование Оно тоже по-другому строится Ну, не так Не классы Понимаете, цеха были Там в Средневековье А классы Каменский ввел там В достаточно Позднем уже Средневековье, грубо говоря Да Который мы едем То есть, школа, она меняется И вот сейчас На наших глазах Формируется другой формат Образования Когда они вот в школу входят А когда Ты набираешь Образовательный пакет Вот из разных Областей То есть, что-то ты дома проходишь В качестве хомоскулинга Что-то ты доезжаешь До модульных центров Что-то ты онлайн Получаешь Такой тип образования Ну, начали называть термином Широкополосное образование Потому что вот есть Разные полосы Образовательных процессов И ты вот всю эту Широкую полоску берешь И за счет него как бы строишь Почему оно пока Медленно развивается Потому что во многом Надо же убедиться Что это не стихийное Какое-то метание Туда-сюда А в результате Вот этого выхождения Ты получаешь базовый комплект То есть, пока Не появится система Которая отслеживает Что же в каждом месте Человек получил И набирается ли Этот базовый комплект В итоге Оно не может конкурировать С обычным Вот типичным Классическим образованием Сегодняшним Которым есть Поэтому очень важно Появление сервиса Агрегация результатов Во всех Этих Как бы Вот Моделях Которые я говорю Если бы он съездил в лагерь И после этого Можно понять Ага, теперь он это умеет Агрегировать Эти результаты В какой-то там Не знаю Дневник Там еще что-то Да Там профиль Там порфолио Да Там Не важно во что Да Важно, чтобы было понятно Что Я как родитель Мог понимать Что да Там Вот математика Проходится Это проходится Это проходится Еще что-то Проходится Что важно Вот Таких сервисов На сегодняшний момент Тоже нет Это тоже Ближайшее будущее Как и модульные центры Вот Таким образом Мы видим Что Что Само появление Вот этого С одной стороны Нарастание проблематики В образовательной среде Связанной с фазовым Переходом И деградацией школы Появление нового родителя Как родительских сообществ Как нового субъекта Тащит за собой Появление новой инфраструктуры Образовательной И Через это Смена Типа Образовательного процесса И вполне возможно Что мы Скоро будем видеть Что образование Строится совсем не так Как мы это Повыкли В 20 веке Возникает вопрос Что делать Как бы родители Обычный родитель Не способен Справиться С такой проблемой Как деградация Школы Среднего образования Это нереально Это как бы Несоразмерные вещи Да Это вещи Поэтому Реально Родитель Он и может Занять Только вот такую Позицию Компенсировать Если он даже В школе Оставляет детей Компенсировать Ну Как бы Вот это То что он Недополучает В образовательном Процессе На вот эти модули Модули вот эти Начинают появляться То есть Средовые лагеря уже есть Ну это просто факт Всякие там Тренинги И всякие вот эти Лагеря там Коррекции там Психологические Они уже есть Да Интенсивы уже есть Не модульные центры Но интенсивы Интенсивы там По русскому языку Интенсивы там Еще почему-то И так далее Тому подобное И в принципе Родитель сознательный Он может занять Вот эту как бы Позицию Встраивание Ну Ну Вот туда Как только он Начинает видеть Что там сектор Ну Нормально Перекрывается И ребенок Находит Свой как бы Азарт Свои какие-то Детские коллективы С которыми он там Общается И как-то вместе идет Потому что есть еще Такая проблема Коммуникации Да Чтоб человек не был Оторван Вот То Может быть даже Вполне аризонно Поставить вопрос О том Что может быть Не надо Учиться Такой Ну В классической школе Потому что Ну Я не хочу Говорить что Для всех родителей Но С честьми Детьми Которые там Попали в позицию Последних Ну Понятно Да Или которые Наоборот Она тормозит А он более Как бы Талантлив Ну Может как бы Двигаться Вперед То есть Все-таки Школа Это усоединение Это надо понимать Да Все Все кто Там В прокурство Ложи Не помещается Ну Словно говоря Для них Это Не оптимальный Формат Словно говоря Который как бы Есть И вот тут Его можно Как бы Искать Его можно В рамках Этих родительских Сообществ Строить Я Поэтому советую Обратить внимание На этот спектр Вот Вот этих Различных Форматов Вот этих Модульных Там Повыяснять Что как бы Есть Что есть В онлайне Ну Там посмотреть Вот И Не пренебрегать Вот этими Как бы Новыми Появившимися Образовательными Возможностями